значит сегодня хочу рассказать вам про реактив синки на джава собственно реактивное программирование это такая общая тема и она во многих языках присутствует но так как это джава комьюнити я собственно джава программист мне больше всего интересно как это можно завязать в джаве и я бы хотел вам рассказать похоже даже в тему да потому что большинство из начала программисты двух словах про меня я давно работаю в сервере я пользуюсь ubuntu поэтому вы видите презентацию не напрямую со skype for business а через венсе короче это накладывает отпечаток я люблю джава это круто но вас не этим не удивишь но я рассказывал этот доклад и другим ребятам которые не так ажао программисты да кстати про доклад доклад это делал яков файн это большой с большой степени пересказ доклады он в этом году будет делать продолжение доклада на джи икон значит справа вверху если у вас вдруг есть смартфоны или хотите скриншотить это qr-код на код то есть с демками которые будут использоваться здесь по ходу чтобы объяснить как все работает внизу мой фейсбук но в принципе вы все меня можете легко в workplace найти презентаха в принципе интерактивная поэтому я не знаю если если кто-то будет со мной говорить будет круто если нет то я буду сам с собой можно попробовать а собственно первый вопрос у меня к аудитории обычно с чего начинается реактивное программирование и на экране есть подсказка вам нужно угадать слово с которого начинается реактивное программирование первая буква р вращайте барабан нет варианта вариант еще есть идеи я слышал кто-то разметался окей это правильный вариант и сектор приз на барабане значит эта реакция правильно собственно все начинается с реакции но нужно немножко разобраться что такое реакция это тоже следует прояснить что такое реакция миша отдувается потому что он рядом функция которая принимает этот событий и возвращает что ну это да тоже так в имплементацию мы пошли на более общий термин ответ на какой-то раздражитель о класс спасибо я не вижу кто говорит но это очень близко у ваш следующий ход значит действительно действительно это ответ на какую-то ситуацию и события вот тут есть большое такое длинное рассуждение там кому она присуща но это так можно почитать подумать в принципе она все имеет отношение следующим слайдом то есть к основам принципам которых мы будем придерживаться и так далее вот значит следующем мы разобрались чего что лежит в корне и теперь давайте подумаем как давно вообще реактивное программирование пришло к нам и где мы можем его наблюдать уже собственно надо сказать что реактивное программирование уже сто лет здесь и один из самых популярных софтверных продуктов в которых применена эта идея это собственно вот электронная таблица типа excel а то есть если вы подумаете вот у меня здесь выделена ячейка j17 и в ней вот сверху видно формула которая прописана то есть там если какое-то условие там ячейка одна меньше другой то там что-то нужно сложить прибавить умножить вот и собственно вот в этой формуле и вообще в этом принципе заложен принцип реактив то есть вот эта ячейка j17 она сама по себе следит за другими ячейками да то есть если я вот ввожу данные в какую-то ячейку d6 d17 да то есть собственно табличка показания каких-то счетчиков я хочу рассчитать стоимость услуг которая вот когда здесь данных нету этот этот ячейка не может ничего посчитать когда здесь данные появляются то важным нюансом является то что данные и вот эта ячейка собственно в которой данные обновились она не сообщает всем другим что пора вам ребята пересчитаться поменять значение в себе а наоборот то есть ячейки в которых есть зависимости на собственно на начальную на начальное значение они все обновятся и это реакция да то есть получается у нас есть что-то что следит за другими но при этом данные никому ничего не сообщают данные обновились и процесс пошел окей так давайте еще поговорим про принципы собственно порядочить вообще всю эту идею с реактивным программированием попытались ребята там есть целый комитет сейчас он называется reactive streams но чуть чуть раньше них была попытка сформулировать общие идеи на манифест и типа как agile манифест они создали в сайт reactive manifesto . org там много таких интересных слов типа resilient эластик вот но все это в принципе сводится к трем вещам которые типа базовые первое это message driven то есть все должно проходить через какое-то событие да то есть уходят события его кто-то может обработать этого принципа стоит придерживаться второе это не оперативное то есть есть если мы пишем код то он не должен себя содержит прямо логики то есть если там что-то поменялось пойти и сделай мы должны писать логику в обратном стиле то есть если тебя сказали тогда нужно что-то делать вот ну и из message driven и из но на первых исследовать то что наш код желательно но это очень-очень как бы по-другому не сделаешь он должен быть асинхронным не блокирующим то есть мы не ждем там вейт нас кто-то вызывает и скажешь ребята пора пора сами вот собственно с той стороны логики которая действует производки это действия там мы не блокируем вот и третье это то что данные протекают как бы по алгоритму но там будет чуть более такая понятная иллюстрация дальше надо руками помахать чтобы было виднее но вы меня не видите вот насчет из такого более-менее простого то есть вот как мы смотрели там в excel и то есть нас есть таблички которые связаны между собой и когда мы вот самую-самую первую ячейку которая среди всех зависимости первое идет на который все в итоге ссылаются когда она меняется то данное то есть пересчет калькуляции они постепенно происходят да то есть если у тебя взял там карт платы то сначала почти 2 нас были показания счетчика за определенный месяц то сначала посчитается разница потом посчитается там какой-то тариф и потом считается сумма тарифов то есть и в итоге вот эта самая первая циферка она постепенно постепенно по всем формулам проходит до самого концерта пока мы не получим конечный результат Вот. То есть, так же примерно строятся и более сложные программы и алгоритмы, но принцип сохраняется. То есть, да, данные, они как бы протекают через алгоритмы. Окей, значит, вопрос, зачем нам нужно это в Java, потому что в Java есть много прикольных механизмов, и люди пытались решить проблемы с блокировками, но не все из них успешны. То есть, первым делом, ну, это вот поэтапно здесь написано, вот эти блоки. То есть, если мы пишем просто straight forward код, то есть у нас есть какая-то функция, которая там вычисляет какое-то значение, ну, я не знаю, допустим, факториал. Вот, и мы ее вызвали getFactorial. То есть, соответственно, когда мы вызвали, то все, мы заблокировались, мы ждем, пока эта функция посчитается. Это, ну, не круто, потому что мы заблокированы. Это в большинстве задач не здорово, когда мы заставляем кого-то ждать прямо, вот, явно ничего не делаем при этом. Вот, поэтому была попытка сделать что-то получше. Сделали future, да. То есть, future – это возможность написать такую же совершенно прекрасную процедуру вычисления факториала, но выполнять ее где-то в фоне. Вот. Потом мы хотим, точнее, когда-то там в каком-то, не знаю, обозримом будущем мы хотим этот результат получить и делаем future get. Что происходит при future get? Мы результат можем с какой-то вероятностью получить, с какой-то не получить, если он не досчитался. Что происходит, если он не досчитался? Он блокируется, правильно? Ну, в смысле, код наш блокируется. Какой путь обойти? Мы можем сделать get с таймаутом. Это вроде как нам гарантирует, что мы получим результат, но это на самом деле не гарантирует, что мы получим результат. Это гарантирует, что мы что-то получим, если результат готов. Если результат не готов, мы, соответственно, получим exception, да, или null, смотря, что там у нас. Вот. Это не до конца решает проблему получения результата и обработки его в асинфронном виде. Посмотрим, как это решается в реактиве. Но давайте еще чуть дальше. То есть с get тоже, ну, как бы не идеальная ситуация, поэтому решили в седьмой java, да, или в восьмой, в седьмой, наверное, сделать completable future. То есть здесь есть возможность и таску, вот, собственно, посчитать и потом выполнить какую-то функцию над ней. Вот. Ну, это тоже, это здорово. То есть когда таска закончится, к ней сразу применится какое-то действие. Вот. Но тут проблема, собственно, подказывается с другой стороны. А что, если наша таска тоже хочет, ну, обработать, допустим, много данных? И если таких данных очень много, то мы будем ждать, пока эта таска, собственно, выполнится, а потом только вот это действие наше выполнится уже ко всем таким собранным, гамулированным данным. И это не прикольно, но это как минимум проблема вот для такого примера. И ответом всему является что? Реактивное программирование. Окей. Перед тем, как мы начнем, собственно, смотреть код, я думаю, тогда всем станет лучше и веселее, еще поговорим чуть-чуть про, собственно, как можно, ну, собственно, написать реактивный код. Первый вариант – написать саму вручную, почитав спецификацию. Второй вариант – завязать какие-то вспомогательные классы. Из того, что сейчас существует, значит, вот давайте снизу пойдем. У нас, мы уже слышали, есть девятая Java, она в разработке, она скоро к нам придет, и там будут эти все идеи заимплеменчены. Имплементят их сейчас и располагают все под пакетом Java Util Concurrent Flow. Вот. И большинство из того, о чем мы сейчас поговорим, вы там найдете и сможете попробовать. Оно работает прикольно, я на нем писал, собственно, во время подготовки к этому докладу. Но ввиду того, что Java 9 официально не зарелизнено, мы сейчас пока посмотрим на то, что уже на рынке есть и работает. Собственно, из-за имплементации одной из самых известных является ReactiveX. Вот. И оно заимплеменчено под разные языки. Это, в частности, удобно, но я не знаю, насколько вам нужно. То есть, если, допустим, вы в Java выучите ReactiveX, вам будет легко его заезжать в JavaScript, в C Sharp, в Scala, в Ruby, в Python, в PHP, где угодно. То есть, вот библиотека и везде есть. Ну и да, минутка рекламы. Эти ребята, собственно, доступны по сайту ReactiveX.io, если вам вдруг все-таки будет нужна эта библиотека. Там все есть. Берете JARC в MyVonDependency, что вам больше подходим, подключаете и вперед. Собственно, поговорим мы про RxJava 2, но с большим контекстом, с большим упором на Java 1. То есть, Java 2, RxJava 2, оно там довольно сильно поменялось, об этом Fine будет рассказывать на загладе. Я не буду пересекаться с ним, я расскажу про основы. Окей. Значит, есть всего три вещи, такие ключевые в реактивном программировании и в подходах, которые нужно реализовать, чтобы, собственно, получить реактивный код. Самая первая из них – это Observer. То есть, Observer – это кусок кода, который может производить осмысленное действие. То есть, в нем обычно хранится логика приложения. То есть, вот, что мы, собственно, хотим получить, ну, или что мы хотим посчитать, это происходит там. У него, точнее, для того, чтобы заимплементить, придуман интерфейс, он называется Observer. У него есть три метода, которые нужно реализовать. И, собственно, когда ты реализовал, то все супер. Вот. Вот, OnCompleted, OnError и OnNext. То есть, в каждом из них вы описываете, вот, ну, OnNext, а вот, допустим, да, снизу посмотрим, он получает какой-то кусочек данных. Вот тут generic. То есть, что хочешь. Когда к тебе пришел какой-то кусочек данных, ты мог его обработать. И мы как раз здесь пишем тело основное. OnError – это, собственно, когда возникает какая-то проблемная ситуация с данными, данные не могут в данный момент поступить, вызывается этот метод. Там передается причина, мы можем ее обработать, ну, что-то сделать. OnComplete – это когда все данные закончились, мы, тем не менее, не знаем, то есть, мы базу хотим сохранить на диск, ну, какое-то совершение работы. Вот. Это три основных, собственно, функции, которые нужно заимплементить. После этого у нас есть готовый Observer. Значит, нужно, ага, да, нужно понимать, что для того, чтобы Observer работал, ему нужно, чтобы кто-то данные отсылал. Отсылает их ответная часть, она называется Observable. Собственно, Observable – это штука, которая производит данные, там никакой такой особо хитрой или страшной логики нет, но самый главный метод, который у нее есть – это Subscribe. Это второе важное, то есть, то, что кто-то умеет подписываться. Вот. И что, вам видно мышку, да? То есть, вот самый нижний, Subscribe – это разная сигнатура одного и того же метода. Вот. Subscribe, он на вход получает Observer. То есть, то, что умеет обрабатывать данные. То есть, у Observer есть три метода. OnNext, OnError, OnComplete. То есть, получается, как… То есть, смотрите, чтобы вы правильно заимплементили Observer, Обзорвабл вам достаточно заимплеметить один метод Subscribe и правильно общаться с Обзорвером. То есть, вы на Обзорвере вызываете, когда готовы, когда там все у вас созрело, вызывайте, допустим, OnNext. Вот. Обзорвер обработал. Потом, когда все данные прошли, OnComplete, ну, если что-то вдруг пошло не то, то, собственно, вызывайте OnError. RxJava, он предлагает разные возможности подписываться на Обзорвабл. То есть, это, типа, вспомогательный код у них написан. Это не обязательно писать все ручками. Вот. Ну, понятно, да? То есть, сюда можно… Сейчас мы, короче, к примеру перейдем. Будет более понятно. Ага. Еще сейчас одно важное, важное, важное. Ну, это такая слегка ложь, но пока сойдет. То есть, очень важно, чтобы пока не происходит subscribe, Обзорвабл и Обзорвер, они не связаны. Сейчас посмотрим, поговорим, собственно, чем это важно. Тут у меня картинки, не знаю, насколько веселые. И из тех трех терминов, про которые мы пообсуждали, вам нужно будет поугадывать, кто на картинке изображен. Обзорвабл, Обзорвер или Сабскрайбер. Если там еще никто не позасыпал, можете попробовать поугадывать. Сабскрайбер. Еще варианты? Обзорвабл. О, а почему Обзорвабл? Есть объяснение? Потому что это телевизор, его можно смотреть. О, совершенно верно, спасибо, супер. О, да, на самом деле это Обзорвабл. Смотрите, у нас есть, собственно, ответная часть. Ну, не буду тянуть резину, это Обзорвабл, понятно, да? То есть, тот, кто данные получает, и, собственно, консюнер. Он их может переработать, потому что у него мозг есть. Отличное. Но на картинке что-то не хватает, и не хватает как раз то, о чем говорил первый человек. К сожалению, не знаю имени, извини. Вот, не хватает Сабскрайбера. То есть, вот пока вот такая картинка. У нас есть отдельно данные, они куда-то уходят. Ну, неизвестно, вещаются во Вселенную. Когда есть Обзорвер, тоже прикольно. Вот, но пока не произошла явная подписка между ними, данные до Обзорвера не доходят. Ну, плохо видят. Это важно. Чаще всего, если на Обзорвера был никто не подписан, данные не генерируются. То есть, допустим, из базы не считаются, не знаю, ничего не происходит. То есть, Обзорвер был обычно спокойно ждет, ничего не делает, никаких процессов не происходит. Ну, и, как бы, соответственно, на Обзорвере ничего не происходит, никаких… Ну, в принципе, связи нет. Вот. Давайте посмотрим на примерах. Если будет тормозить, я буду слишком быстро переключаться. Вы говорите. Так, значит, про пример. Пример у меня ориентирован на, собственно, проведение этого доклада, как бы, на Java Community. Назовем его Reactive Community для удобства. Мы хотим провести community, мы хотим собрать людей, которые на него придут. Здесь у меня есть локальная специфика в примере, потому что я в небреже у нас есть мост новый, его перекрыли. Ну, мне нужно было какую-то такую проблему придумать. Вот. И люди не могут добираться через мост на общественном транспорте. Ну, пешком можно, но так было бы неприкольно. Вот. Поэтому там чуть дальше я людей буду высаживать в автобусы, автобусы будут переезжать через новый мост. Ну, поверьте мне, когда вы приедете в Днепр, вы ощутитесь в глубину проблемы. Все приезжайте в Днепр, приглашаю. Так, значит, ну, начнем с простого. Давайте я вам покажу, собственно, модельный класс. Это у нас вот есть человек, персон, у него есть имя, это пока все. То есть мы умеем создавать человек, имя, и потом, когда выводятся, мы говорим, что имя такое-то. Что мы можем с этим делать? Я хочу создать observable, то есть что-то, что умеет данные производить. Я это назвал observable community. Вот. Здесь я упомянул... Это слишком много людей. Столько они поместятся. Значит, давайте, у нас есть три человека. Если кто-то хочет на телефоне, подскажите своими, я вас впишу. Мы будем знать, что примеры не поддельные, что они генерируются. Давайте я Мишу пока впишу. Если есть добровольцы, еще одного мне можно. Ладно, себя впишу. Окей. Да, вот здесь мы говорим, что Яков Файн наше все, потому что это его доклад. Смотрите, значит, как написан observable. Observable, пардон. То есть моя задача здесь, собственно, реализовать observable. Но я делаю extends, потому что это не интерфейс, а там есть вот то, что я вам показывал. Там много разных дополнительных методов, возможностей подписаться. Поэтому они все вот там вверху заимплеменчены. Я имплеменчу только один метод, который назван, собственно, subscribe.exual. То есть на самом деле subscribe будет здесь. Вот. Параметризирую его, просто намного не важно. Здесь мы получаем, как и обещал, я вам observer. Собственно, здесь я создал список. Ну, в моем случае, iterable из пяти человек с именами. Вот. И здесь список просто перебираю. Ну, в жизни обычно не все так происходит. И данные могут просто поступать постепенно. Собственно, если на... Вот. Я вот, короче, взял первого человека. Здесь я делал небольшую затяжку, чтобы демо не просто пробежало. Вот. Если вдруг поток не смог уснуть, то мы сообщаем observer, что произошла ошибка. Если все хорошо, то мы сообщаем observer о том, что вот есть человек, что-то с ним сделаем. Ну, и когда все люди прошли, мы называем на нем онкомплит без ничего. Окей. Вот. Теперь вернемся к первому, самому первому примеру. Когда мы создали observable, вот здесь мы его создали, да, вот я создал это вот new community. Ничего не происходит, вообще ничего не происходит. Вот. Все происходит после того, как я сделал subscribe. Ну, здесь я, собственно, делаю имплементацию, самую простую имплементацию observer. Интерфейс... Ну, я делал анонимный класс, да, анонимную реализацию. Интерфейс называется default observable, observer, простите. Это потому, что сделали RxJava 2. В первой RxJava был observer. В RxJava 2 они стали ближе к стандартам, к которым, в частности, ближе и Java 9. Вот. И там уже есть использован, собственно, instance observer. Поэтому они не могли стать второй observer. Это было бы неудобно. Делали default observable. В default observable, собственно, все так же просто. Есть три метода onNext, onError, onComplete. OnNext я вывожу какой человек, просто system.outPrintLiant, onError, то же самое, но в Error поток. И когда complete, что все, мы все пришли. Можно было вот это все не городить. Можно было просто передать метод референсы. Все прекрасно работало. То есть, соответственно, onNext у меня бы был PrintLiant, onError был бы Error, PrintLiant. И в конце бы мы тоже могли. Но так было бы менее очевидно, мне кажется. Давайте попробуем на простом примере. Посмотреть, привыкнуть. Так, значит, смотрите, у нас люди стали появляться. Они по очереди перебираются. Все по-честному. Да, никаких ошибок нет. Ничего плохого не произошло. И когда последний человек пришел, мы говорим, что да, мы наконец-то собрали всех на комьюнити. Вот так. Теперь давайте чуть усложним пример. Мы хотим, ну это буквально так просто, всех высадить в автобус. Значит, автобус чуть-чуть более продвинутая версия предыдущего варианта. То есть, он в себе содержит все эти имплементации. Он говорит, что если человек сел в автобус, мы говорим, что человек появился. Если что-то почти не так, мы говорим, что посадка в автобус прекращена. И если все люди смогли сесть в автобус, супер, значит, все в автобусе. Там ничего особо прикольного, но давайте, то есть, чуть другой текст, да, все подряд не выводится. То есть, мы выводим имя, пирает. Все то же самое. Окей. Это как бы основа. Теперь мы с вами научились объединять с помощью subscribe observable и observer. То есть, в нашем случае, вот здесь автобус выступает как observer. Good. Давайте посмотрим, что там дальше есть. Собственно, хотелось бы отметить, что схожего между reactive подходом в сравнении с обычным подходом, когда мы перебираем элементы. И чего не схожего между этими двоем подходами. Собственно, на самом деле, они противоположны. То есть, итеративный подход подразумевает перебор. То есть, пул ты берешь данные и вытягиваешь, допустим, из массива по очереди. Первый, дай мне второй, дай мне третий, дай мне четвертый. Когда мы реализуем observable, мы делаем push. То есть, у нас данные появились, и мы говорим observerу, бери и делай. Прямо сейчас. То есть, как бы, данные управляют процессом в observable. Собственно, здесь приведено три антонима. То есть, что у нас было в iterable, мы брали on next. Точнее, брали next, когда ты взял next, у тебя есть в руках объект. Оп, назад. В observable он вызывает on next. Собственно, какие варианты были раньше сообщить об ошибке? Бросали exception. В общем, здесь у нас есть метод для этого. И в iterable проверяли next, не next. Вот. Но это то, что их отличает, да, от противоположностей. Теперь, что схожего в них есть, и в частности, спасибо, вот, RxJava, в том, что у них есть очень-очень похожие штуки, такие как функции, которые можно вызывать на каждой из сущностей. То есть, в Java 7 появились стримы, и к ним можно применять такие штучки, как скипы, что-то там, что выбрать из этого стрима. Но надо помнить, что стримам все равно push-модель. То есть, пардон, pull-модель. То есть, ты все равно вытаскиваешь данные откуда-то, сам самостоятельно осознанно. Вот, мы можем пропустить 10 элементов, взять только 5, сделать с ними map, там что-то куда-то перекинуть, и для каждого элемента что-то выполнить. Но это императивный код, вот слева императивный код. Справа внезапно код очень похож, то есть, мы делаем skip, take, map, subscribe, но он не императивный внезапно. Все благодаря subscribe, потому что вот этот код, он асинхронный. Прекрасно, да? Давайте чуть-чуть поговорим про операторы. Собственно, большинство операторов там, в заимприменченном, они в целом прекрасно работают, интуитивно, так как мы все привыкли. Ну, давайте пару разберем, например. То есть, собственно, вот сверху у нас есть observable. И, как вам сказать, основная особенность, да, или характерная особенность оператора, то, что он не меняет сущность в плане классов. То есть, если у нас был observable, мы к нему применили оператор, мы обратно получили обратно observable. Точно такой же, ну, по применимости сущность. Вот. Соответственно, например, фильтр. То есть, мы хотим, у нас есть поток 2, 30, 22, 5, 61. Мы хотим из него выбрать все иксы, которые больше 10. И вот у нас есть какой-то observable, он генерирует это значение 2. У нас фильтр смотрит, что 2 не меньше 10, он это значение не пропускает. Пришло 30, оно больше 10, он это значение пропускает. И, собственно, в том observable, который будет следить за вот этим observable, у него произойдет какой-то event on next 30. То же самое 22 прошло, 5 не прошло, 60 прошло, 1 не прошло. Да, минутка рекламки очередной. У меня, кстати, не хватит за рекламу. Но просто это очень классные ресурсы. И, в частности, RxMarbles, он позволяет там вот эти, RxMarbles.com, он позволяет тут такие штучки типа фильтра, мэпа, их пощупать. То есть, там все наглядно и, в принципе, прикольно. Вот, ребята, молодцы. Значит, с мэпом, ну, все то же самое, да. То есть, у нас есть какие-то данные, у нас будут какие-то выходные данные. Мы можем перемапить, вот, допустим, умножили на 10, 1 превратилось 10, 2, 23, 30. Понятно. Из чего следует, как бы, из того, что у нас и там M0 был, и там M0 был, что мы можем обратно ручение. Ну, увидели в предыдущем примере. Вот, ну, простой пример, опять же, маппи-фильтр. То есть, мы его умножили, потом пофильтровали, потому что больше 25, у нас на выходе остался всего один элемент, и то он не такой, как был в самом верху. Вот. Это неплохо. Значит, есть, ну, это, как бы, тривиальные такие преобразования. Есть более прокаченные варианты операторов. Они тоже возвращают observable, но они позволяют более хитро подходить, собственно, к данным, которые мы получаем и передаем. Мне особенно нравится, вот, выделенный жирным, но, в принципе, многие из них прикольные. В частности, марш, когда у нас есть два сорса, и он может выдавать, как бы, общий поток, типа, как слить поток всего входящего. Вот. Skip.ly.try мы, в принципе, видели. Ну, понятно, да, то есть, он какие-то элементы пропустит, и мы об этом на стороне абсобера не узнаем. Давайте я вам покажу, как работает Error Resume on Error Resume Next. Значит, по-моему, да, здесь демка. Меня еще до сих пор слышно. Скажите мне что-нибудь, пожалуйста. Слышно, слышно. Ура, спасибо. Теперь я себя не чувствую таким одиноким. Так, смотрите, у нас чуть-чуть мы здесь модифицируем примерчик. У нас будет два состава, которые будут проводить комьюнити. Значит, будет праймари состав и резервный состав. Значит, у праймари состава будет одна характерная особенность, что праймари состав может не доехать на конфиденцию, на нашу саду, на комьюнити. Ну, здесь я беру шесть людей, они, в принципе, не очень принципиально. Вот. И тоже так же и перебираю, если помните, этот... Как это называется? Ну, короче, фор, ладно. Фор, ну, есть какое-то название. Цикл. О, цикл. Вот. Перебираем людей. И с какой-то рандомной вероятностью, в моем случае, по-моему, 25%. Вот. Я в Борсово Exception, ну, собственно, пока перебираю этих людей. То есть, с какой-то вероятностью, кто-то там из конца списка не доедет, да? То есть... Резервная комьюнити, она более натяжная. У нас тут три человека. И здесь вот, собственно, когда я буду эти данные передавать в резерверу, тут ничего не произойти плохого не может. Я так подозреваю, что вы уже догадались, к чему я веду. То есть, у нас есть первая комьюнити и вторая комьюнити. И когда первая сломается, я хочу, чтобы мы автоматически переключились на второе. И это будет совершенно просто сделать. Но давайте начнем пока с того, что мы протестируем вот это вот первое комьюнити, мы оправили, попробуем всех усадить в автобус. Вот. К чему это приведет? Значит, Саша приехал. Оп-оп. Смотрите, все сели в автобус. Ну, так не должно было произойти, поэтому перезапустим еще раз. А-а-а! Опа! Все сразу поломалось. Ну, тут у нас сразу выдает автобус, говорит, что вообще-то Саша опоздал. Да? И что? И в итоге автобус никуда не уехал, потому что произошла ошибка. Ну, давайте мы можем еще раз, может быть, в этот раз не Саша. Ага, вот видите, в этот раз Денис опоздал. Вот. В любом случае это не прикольно, потому что автобус не уезжает. Я бы хотел, чтобы автобус уехал, в любом случае комьюнити состоялось, поэтому мы осложняем пример. Создаем два абзерва. Первый – это, собственно, наша первая комьюнити. Вот оно, primary, создается. Второе – это резервная группа, которая проведет комьюнити. Вот. Теперь их можно собрать поедино с помощью вот этого вот оператора onr resume next. Собственно, выбираем первое, а и для него используем, к нему применяем этот оператор. То есть, если произошла ошибка с пассенджерами, что сделать? Resume next, вызывай резерв. И все. То есть, вот в этой строке мы их собрали в кучку. Дальше тот же самый код. То есть, у нас есть автобус, и мы вот этот уже новый observable, его передаем, точнее, ему передаем автобус. Давайте садитесь, ребята. Давайте посмотрим, что произойдет здесь в этом примере. Так, Саша, Дима, Денис, УАЗ. Опа, что-то пошло не так. Да, что-то пошло не так. Если помните, то вот этот exception пишет, собственно, само observable, то есть, это вот на стороне данных мы знаем о том, что ошибка произошла. И мы, ну, для наглядности, здесь ее написали, да. А со стороны автобуса, вот посмотрите, здесь Артур сел, Настя и Денис. Со стороны автобуса все отлично произошло, посадка завершилась. Вот. И, по-моему, ну, собственно, в этой простоте вся красота реактивного программирования и возможность вот так вот просто совмещать потоки данных, в частности, со всеми преимуществами реактив. То есть, они асинхронны, не блокирующие, вот это, да, и так далее. Понятно, да? Так, ну, это все равно все слишком просто. Ну, в смысле, это как бы прикольные вещи, но не очень применимые в жизни. Ну, или, короче, можно усложнить, да. Хочу вам рассказать про Skedlers. Skedlers — это возможность управлять в каком потоке, ну, алгоритм, в котором, в котором, который будет определять, в каком потоке выполняются и обрабатываются данные. Вот. По умолчанию, вот когда мы там с вами пересаживали всех в автобус, все выполняется в одном потоке, на самом деле, и это, ну, не супероптимизация по сравнению с обычным iterable. Вот. Супероптимизация начинается, когда кто-то слушает на одном потоке, а кто-то производит в другом потоке. Ну, хотя бы. Вот. Есть одна небольшая проблема в том, что по соглашению между, короче, теми ребятами, которые придумывали вот этот интерфейс и все такое, вот данные производятся всегда в одном потоке. Тут мы с этим ничего не сможем сделать, то есть observable всегда производят данные в одном потоке. Вот. Но слушать их можно в разных потоках. Собственно, мы можем указать schedulers. schedulers это реализация как сказать, экзекьюторов, ну, это один из примеров в, продон, в RxJava. То есть, например, вот у вас есть много, хорошо, schedulers это даже больше стратегия. Мы можем создавать много разных observable и передать им одну и ту же стратегию. Subscribe on. То есть, на котором, допустим, будут данные производиться в subscribe-on, правильно? Потому что, собственно, subscribe происходит на каком-то потоке. Значит, чем это прикольно? То есть, мы можем, допустим, сюда передать каждый раз, ну, вот, смотрите, это два метода, которые мы можем вызывать на observable. Первый, subscribe-on, и мы передаем вам и scheduler. То есть, мы ему говорим, на каком потоке ты будешь, собственно, данные производить. Вот. Мы можем сюда передавать обычный экзекьютор, например, всегда передавать экзекьютор с одним потоком. fixed thread pool, например, один. И будет использовать этот поток, вот, ну, для данного открытного observable. Мы можем передать, вот у нас, допустим, есть 10 observable, мы можем передать 10 новых thread pool. Да, каждый создався по thread pool, будет оттуда брать, нужно ему один поток. Вот. Мы можем пробовать зашарить между ними всеми один thread pool. Вот. Это уже, как бы, больше похоже на то, что имеет смысл. Да, то есть, из thread pool, допустим, мы там следим четыре воркера, и они будут по очереди, по мере возможности обрабатывать данные, генерировать, собственно, данные. Вот. Ну, чтобы вот прямо так много не заморачиваться, есть готовые стратегии, и они все лежат вот в этих schedulers. Я вам на примере покажу, то есть, допустим, scheduler I.O. Там есть такая штука, он позволяет вам собрать thread pool из потоков равного количества ядер в вашем компьютере. То есть, допустим, у меня здесь четырехядерный компьютер, у меня будет там четыре потока, на восьмяйдер, а в восемь. Это эффективно для того, когда вам нужно произвести какие-то вычисления. То есть, вы как бы быстрее не можете делать. Вот. Есть там другие подходы, вот. И они все автоматически разбираются, то есть, они могут пойти и посмотреть, ну, короче, как эффективно на вашем железе эти операции производить. Вот. Это что касается subscribe on. Что касается observe on, это позволяет вам, собственно, определить стратегию, на которой будут данные обрабатываться, ну, получаться обзорверами. Вот. Там каждый обзорвер может считать свои данные как хочет, может в разных потоках, и каждая новая, допустим, яйца может получить новый поток себе, ну, в зависимости от того, чего там в этой стратегии пропишут. Здесь никаких ограничений нет, и оно немножко проще, чем subscribe on. Так. Один коротенький слайд и сразу демо. Так, давайте посмотрим. А, да. Можно я вас на одну секунду буквально отвлеку и расскажу одну штуку, я забыл просто, там чуть дальше, я захочу обратно людей из автобуса забрать, забрать, потому что их удобно все-таки с людьми работать. Вот. Буквально простой пример с flat map. Значит, у нас вот есть, если помнить, автобусы, у нас есть новый observable, сейчас я вам покажу, как он выглядит, observable, новый мост, вот, и по новому мосту это два автобуса. В первом автобусе первая группа людей, во втором автобусе вторая группа людей. Чтобы не путать этот автобус, это уже не observer, а это observable. А, ну, тут даже вообще не написано. Прекрасно. Observable мы его, значит, чуть позже превратим. Вот. Но когда к нам приезжают автобусы на конференцию, это не круто, потому что, например, в эту комнату автобус не влезет. Вот. Мы хотим всех людей, ну, собственно, автобусов, из автобусов людей забрать и превратить их обратно в людей. Что мы делаем? Мы вызываем на вот этом observable, здесь у меня есть подсказка, что это observable, вызываем flatmap. Задача flatmap вернуть нам обратно observable, как ни странно. И observable ниже порядка, чем был предыдущий. Ну, в данном случае автобус, он раньше содержал себе, точнее, новым он содержался автобус с людьми, значит, автобус нужно убрать по 100 людей. Окей. Из каждого автобуса мы берем пассажиров и создаем новый observable. Ну, в моем случае я вызываю простой метод, статический from iterable, чтобы там не заморачиваться. Вот. И у нас автобус превратился в людей. Потом придет второй автобус, он опять превратится в людей. А что получит этот метод? Он получит просто постоянный поток людей. Вот. Ну, здесь мы ничего хитрого с этим не делаем, просто пишем, что люди пришли на конференцию. Запустим пример. я тут даже задержки не делал, потому что все понятно. То есть, шесть человек пришли на конференцию с точки зрения вот этого тоже конечного subscribe-methodа, просто были как бы люди, все по очереди приходили на конференцию, потому что там был где-то мост, где-то кто-то садился в автобус, автобусы куда-то ехали вообще ничего не знают, кто. Просто все классно, конференция состоялась. Окей. Сори, надо было, наверное, отдельный слайд сделать. Значит, давайте, собственно, завязаем этот же подход. То есть, у нас есть новый мост, мы хотим провести конференцию, мы вот завязали flatmap и что-то я их позакоменчивал, непонятно. Так, у нас есть subscribe-on, вот здесь вот я указываю, что я хочу subscribe-on computation-io. А, да, я, кстати, вам перепутал со scheduler's computation, пардон. То есть, scheduler's computation это как раз оптимизированная стратегия под вычислением. То есть, оно как раз ограничено количеством ядер в вашем компьютере. Вот. Observe-on, я хочу observe-on scheduler's-io. То есть, это scheduler оптимизированный подвод-вывод. Он позволяет себе больше, но будет смотреть на производительность вашей системы в плане, допустим, записи на диск. Окей. То есть, что поменялось с предыдущим примером, там, где мы просто брали flatmap. Здесь мы, собственно, указали эти стратегии. Я здесь еще добавил вот такие промежуточные операции do on next. И subscribe, ну, subscribe, понятно, она не была, но в do on next она происходит до того, как данные отправились в observer. И здесь я записываю, вызываю функцию log thread info, то есть, я выведу информацию о потоке, чтобы мы видели, собственно, кто эти данные отправляет, с какого потока, а потом чуть позже в subscribe я просто вывожу, на каком потоке эти данные были получены. Окей, да, то есть, мы вот эти, собственно, две важные функции и две просто для debug функции написали. Dog thread info. Давайте посмотрим, что, собственно, получится, когда мы будем использовать эти стратегии для отправки и получения данных. Опять, что-то без задержки все сработало. Ну, давай еще раз. Извини, было задержки. Да, все быстро. Ну, окей. Так, получается, данные у нас отправляет поток rx computation thread pool 1. rx computation thread pool 1, то есть, это, ну, имя потока и это первый поток в этом thread pool. Получается, и вот видите, у нас всех отправил computation thread pool и из него только первый поток он всех отправил. Кто получал данные? Получал данные другой thread pool. Ну, даже тут не thread pool, тут cache thread. Вот, rx cache thread scheduler 1. То есть, получается, отправил один поток из первой стратегии и взял, ну, нашел себе поток и отправил, короче, observer был, нашел себе поток и отправил с помощью него все данные. Вот. А observer нашел себе поток и получил данные на нем. Окей. Разобрались, как работает такой простой пример. Ну, это не очень круто, потому что у нас никакой параллельности особой нету, производит данный один поток, получает другой поток. Это недостаточно произведительное, как мне кажется, недостаточно круто, поэтому давайте чуть-чуть усложнем. Нас уже, походу, пытаются выселять. Но это почти конец. Значит, для того, чтобы у нас все происходило параллельно, вот как я вам говорил, мы производить данные by design не можем в разных потоках. Поэтому нам нужно немного там подизвратиться и мы завязаем процедуру flat map еще раз. То есть, здесь мы уже автобусов людей превратили. Мы хотим еще раз людей превратить в отдельных observable, то есть, у нас есть такая функция just, это будет один элемент. Ну, он принимает, допустим, два элемента, могли бы, но нам нужен один, то есть, в данном случае, будет observable из одного элемента. и мы ему пропишем стратегию, чтобы мы хотим, чтобы вот этот новый observable он отправил данные на computation 3D. Ну, здесь я обратно же вывожу информацию о том, кто же отправляет в каком потоке. Вот, получать мы будем в другом, но я здесь раскомментирую. Не, не буду ничего раскомментировать. Запустим, как есть. Так, давайте посмотрим на то, что у нас получилось. Что не буду раскомментировать, потому что, одну, одну секунду вернусь в слайд назад, subscribe он, он описывает стратегию сразу и для отправителя, и для получателя. Вот, если видите, справа, то есть, когда вам применили scheduler, оно оранжевым каким-то применяется, то scheduler определяет поток, и он влияет и на отправителя, и на получателя. Окей? А, когда мы указываем observable, он влияет только на получателя. Вот, если я хочу и то, и то поменять, то мне достаточно использовать subscribe он, поэтому только один метод. Ну, это к тому, что вы на слайде потом сможете вспомнить хотя бы, к чему это все. Вот, давайте посмотрим, собственно, кто у нас отправлял данные, кто получал. Вот, допустим, влас, он куда-то пытается переместиться, его перемещает computations redpool, и из него первый поток. Дальше мы видим, что он чуть позже приезжает, и его при нем тот же третий поток, чуть позже меня же он и обработал. Да, то есть, получается, у нас есть явно четыре потока, что здесь у меня за стратегия, computation IO, computation IO, она основана на количестве ядер в моем компьютере, и у меня где-то о компьютере информация, ладно, не покажу вам. Короче, у меня четыре ядра, можете поверить. Вот, потом, когда четвертый поток освободился, ну, в смысле, когда первый поток освободился, он пошел относить следующего человека на конференцию, и он же его в итоге обработал. То есть, получается, у нас третий пул из четырех потоков работает над этим данным, это уже прикольно. Так, ну, и как видите, ничего сложного, да, то есть, мы завязали вот функцию обратно, flatmap, subscribe, и заработала многопоточность. В этом, опять же, в простоте вся красота. Это основное, я вам хотел рассказать и теперь немножко о том, почему я сказал, что пока на observable никто не подписан, он ничего не производит, почему это ложь. Потому что, на самом деле, в природе существуют два типа, observable, hot и cold, и то, о чем я вам говорил, это cold observable, то есть, как раз его принцип состоит в том, что пока на него никто не подписан, данные не идут. самая ближайшая аналогия это очередь, то есть, пока из него никто не забирает, ничего как бы не процессится, и очередь не уменьшается. Вот, hot observable, он может производить данные когда угодно, вне зависимости от того, подписан на него или нет, ну, кто-то или нет. Зачем введены эти два объяснения, для того, что жизнь бывает более сложная, как бы, чем мы там чуть до этого, чуть раньше посмотрели, вот, и не надо расстраиваться, совершенно прекрасно эти принципы работают и на hot observable, то есть, когда данные идут, единственное, что нужно учитывать определенные гарантии, которые вы не получаете, как на hot observable, то есть, если вы где-то данные начали слушать, это может быть не их начало, и даже не середина, то есть, непонятно, какую часть вы слушаете, но методы прекрасно работают. Есть некоторые проблемы с реактивным программированием, одна из самых больших называется backpressure, то есть, когда данные производятся быстро, а потребляются медленно, таким образом, на производителя данных будет осуществляться давление, потому что ему просто некуда эти данные засовывать, то есть, данные готовы, а потребить их никто не может. В Java 9 и в RayJava 2 есть предусмотренные способы борьбы с backpressure. Я про них вам здесь особо рассказывать не буду, потому что если с ними не бороться произойдет взрыв, то надо с ними бороться. Я вот здесь их перечислил буквально несколько. Собственно, что нужно делать с backpressure? Есть 4 варианта buffer sample, debounce window. В Java 9 получается, мы используем что-то типа буфера, то есть, мы запрашиваем какое-то количество элементов явно обзервера, и он их производит. Производит по нам известным принципам, то есть, когда там все асинхронно, разделено, никто никуда не идет, пока не потребляют. Вот. Но просто если об этом не задумываться во время проектировки кода, то может реально произойти большая проблема, у вас будут данные пропадать, не будут обрабатываться, и нужно, короче, учитывать. Вот. Я вам советую поиграться, попробовать, это очень прикольно, и это довольно неплохо есть вопрос.